Игорь Шишкин. Безупречный пакт. Приобретайте в книжном магазине «День». Ссылка в описании ролика. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня в гостях у День ТВ директор Центра геополитики Московского гуманитарного университета Ольга Николаевна Четверякова. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте, Игорь Сергеевич. Здравствуйте. Ольга Николаевна, я вас сегодня пригласил к нам в студию, чтобы поговорить о тех проблемах, которые вскрыла вот эта история с казанским стрелком. Раньше, я думаю, смысла не было, потому что была очень мощная информационная волна, страсти, и понятно, страсти кипели. Сейчас как бы волна чуть-чуть спала, страсти тоже успокоились, и можно уже более-менее спокойно обсуждать о причинах этого явления. Говорилось много и о причинах, и о том, что нужно делать там, и воспитание, и образование, и безопасность, и все прочее. Но вот одна тема, на мой взгляд, осталась как бы неохвачена. Мы помним, что этот убийца заявлял о себе как о Боге и заявлял, что он пришел уничтожать биомусор. И преподносилось это как вот какое-то такое отклонение его психики. Но когда я все это слышал и читал, я почему-то сразу вспомнил, что, извините, а он не один. Это может быть просто вот такое гипертрофированное, доведенное до логического конца мироощущение значительной части нашего правящего класса. Я помню, как господин Авен, извините, один из столпов современной России, Альфа-банк и все остальное, кажется, в 99-м или 98-м году в интервью, не где-то там, а открыто, как само собой разумеющимся, заявлял, что отличительная особенность наших реформаторов-либералов – это их самоидентификация с Богом, что они себя воспринимали богами, а всех остальных – как инструмент их Божьей воли. И он это, правда, преподносил как положительную сторону. А если так чуть-чуть дальше отмотать, и чтобы не говорить, что это вот просто у нас эти реформаторы такие оказались, тут сразу вспоминается «творе дрожащее» или «право имею». То есть это не исключительно одно событие и ни один выродок, ни один изверх. Речь идет о гораздо более серьезном явлении. Вот именно об этом, о корнях этого явления, о том, что, может быть, просто-напросто этот молодой человек, вот так вот, как в капле воды, выразил то, что происходит с нашим обществом, с нашим правящим классом. Другое дело, что правящий класс, конечно, не считает его своей частью, но он выразил то, что думают, и вот как воспринимают мир эти люди. Конечно, тем более, что мы уже понимаем, что об этом случае мы узнали, именно потому, что произошло это убийство. Но в целом, вот именно в таком духе они формируют очень большую часть нашей молодежи и наших детей, потому что принципы разработаны в мировоззрении, идеологии тоже. И, в общем-то, мы уже давно говорим о теме трансгуманизма, которая, как мы говорили, является эфемизмом сатанизма. Естественно, это слово, оно не очень красивое. А трансгуманизм, он все-таки так, как какая-то там псевдонаучная. Да, научная выглядит. Все это есть, да. Хотя, в общем-то, все, что мы знаем за последние годы, уже настолько проявило его такую чудовищную природу, что я думаю, что уже даже это скоро не спасет, поэтому я найду другое название. Но не в этом дело, а в том, что вот это вот мировоззрение, это система ценностей, это идеология, тогда как будто общий взгляд на мир, даже, так скажем, мироощущение, как раньше очень хорошо писали о... Когда исследовали религиозные системы мировоззренческие, то обращали внимание не только на идеи, но именно на мироощущение, потому что идеи они выражают действительно реально общие. Так вот сегодня вот это мироощущение, оно действительно проникнуто у верхушки. Идея избранности, которая пронизывает абсолютно все. Вот мы всегда говорили, что это ключевое отличие вот православия от мира, потому что что у нас принес? То есть Христос вернул, вернее, это возвращение, это знание. Это идея равенства судьбы, равенства всех перед Богом. А вот, значит, вот это равенство они отрицают. И опять-таки это уходит корнями в древнее гностическое учение, гностико-манихейское учение, которое в свою очередь заимствовало что-то от каббала, что-то от халдейского учения, от египетского. Но в любом случае, сколько мы знаем, я специально изучала, я читала этот курс культуры и религии Запада, история религиозной традиции, Европа от истоков до наших дней, все равно вот эта идея, она остается главной ключевой избранностью. То есть это деление людей на разряды. Она проходит красной линией просто. И именно поэтому они так ненавидят христианство, что оно блокирует им эту вот возможность стать выше людей всех и попытаться стать выше Бога. выше Бога, они все равно никогда не встанут сравняться. И получается так, что вот эта идея, она просто меняла краску, она меняла название, форму, но она никуда не девалась. Идея-то, в общем-то, страшная именно тем, что там не просто деление на разряды людей, например, по касту профессиональные, социальные, а там глубинное разделение. Потому что гностиков у них изначально было... Один из них, Валентин Гностик, Валентин очень четко эту идею прописал. Три деления на три группы. Это вот на лицах духовных, душевных и телесных. Причем эта идея, она была у апостола Павла. Но апостол Павел говорил об уровнях развития, чтобы человек с одного уровня мог подняться на другой. И цель, да, главное, это духовное развитие. Там никому не исключается возможность для человека развиваться. А здесь нет изначально, так вот свыше дано, что одни рождаются телесными, другие духовными. И спасутся только духовные, потому что только они могут усвоить вот это таинственное, тайное знание, которое они называют гноси из бога, потому что тогда они смогут освободиться от этого грязного тела и воссоединиться вот с этой некой божественной сущностью, но периодически пройдя несколько перевоплощений, этапа перевоплощения. А вот душевно-телесные, они не спасаются. Все, они просто превращаются в пыль. И вот эта идея, она настолько крепко туда вот впаяна, да, вот будет вот в эту... Проникает с собой и плоть, и кровь этой элиты, что уже их отделить невозможно, да, она уже не может перестроиться, потому что это действительно стало ее главным наследием. Вот мы это видим, и у всех, да, и у мостиков первоначально, мы видим у катаров, у альбегойцев, мы это видим у тамплиеров, затем у масонов, вот последовательно, как это все переводилось. Вот, мы это видим, простите, у нацистов, достаточно почитать книгу Розенберга, 20-й Новый век, и мы увидим, что... Которая, кстати, не запрещена, в отличие от Майнканфа, вот, что она пронизана тоже вот этим восхищением перед альбегойцами и катарами, там фактически то же самое деление, да, на зло-добро, как у всех маникеев, у гностиков, добро и зло, они как бы равноправно не борются. Вот, и та же идея избранности, и самый эсэсовский орден, мы знаем, это был орден оккультный, они провозглашали ту же самую идею, вот, она воплощалась в расе, да, расовым делением на расы, расовый превосходство одной на другой, но и в рамках этой расы тоже есть высшие, слои есть низшие, и для них предназначались как бы разные идеи. Вот, а затем эта идея, она благополучно, как мы знаем, переместилась уже в мозговые центры, хотя изначально она вообще сама по себе расовая идея, как мы знаем, пришла из Англии, это и родина, эта идея, там все очень тесно переплетено, на англосаксы они, конечно, сыграли ведущую роль в этом, потому что, например, закон о стерилизации, первое, разработали американцы, причем в 20-е годы, там это было почти во всех штатах, причем стерилизовали, мне накратно говорю, не только преступников, а душевно больных, глухонемых, и прочих, рассматриваемых недостойными элементами. Вот, так что, вот, корни это, вот в этой идее, ключевой избранности, которая в итоге привела к тому, что действительно, вот эта часть человечества, какая-то часть человечества, небольшая, вот, но обладающие соответствующими ресурсами, финансовыми, политическими, и самое главное, ресурсами идеологическими, они могут контролировать образование, они могут контролировать средства массовой информации, вообще все, что называется, так называемой культурой. Вот, и через это они это убивают, причем каким образом не так, что они могут все, а другие ничего, вот, они просто резко занижают общий уровень человечества, да, в общем, духовный уровень человечества, занижают настолько резко и сильно, и приземляют, да, чтобы люди не имели возможности думать, размышлять, анализировать, чтобы они фактически превращались в получеловеков. Вот, вот, я думаю, что вообще сегодня, понимаете, вот, как бы, самая, наверное, актуальная книга, это все-таки Олдус Хаксли «Новый дивный мир», потому что, понимаешь, что они реально вот к этому этапу подошли. Да, он действительно реально строится. Уже все, да. Здесь, наверное, нужно, на что обратить внимание, что когда мы говорим о глубинных корнях, там, гностики, масоны, альбегойцы, что все это далеко не отвлечено, что это все реально проявляется в нашей сегодняшней жизни, в том числе вот в такой жуткой форме, как это произошло в Казани, что это, с одной стороны, взгляд на себя, как на абсолютно уникальную личность, избранную. Если брать того же Авена, ему принадлежат такие заявления, как то, что те, у кого есть большое состояние, это поцелованный Богом, богатый вообще по определению более нравственная личность, чем бедный, и так далее, и так далее. Это один взгляд на себя. А второй из этого, следующий, это то, что все остальные, это, ну, этот убийца называл биомусором, они так открыто, конечно, сейчас не говорят, но строительный материал воспринимается именно как строительный материал, с которым можно делать. А человеческий капитал. Человеческий ресурс. У нас уже настолько к этим словам привыкли, что они понимают вообще весь чудовищный смысл вот этого. Как может быть человеческий ресурс? Да, это как действительно реальный биологический ресурс. Человеческий капитал тоже. Да, нефть. Поэтому уже в этом самом то, что эти понятия, они уже заменяют, они присутствуют в стратегиях, в программах, там нет человека. Там нет вообще понятия человеческой личности или человеческого достоинства. Это понятие вообще, по-моему, искоренили просто. Да, с ресурсами, с капиталом, с материалом можно делать все, что угодно. И здесь нет нравственного фактора. Да, и опять-таки, понимаете, самое смешное, что получается, что они, когда пишут про человеческий капитал, получается, что этот человеческий капитал нужен будет кому-то принадлежать. Они же боги, им принадлежит этот человеческий капитал. Человеческий ресурс же сам себя не будет. с собой заниматься, значит, речь идет именно об этом. Поэтому уже все открыто, все открыто было сказано. Поэтому я думаю, что сейчас, в общем-то, время метафизического осмысления, оно как бы уже закончилось, уже давно даже закончилось. И сейчас время совсем другое, сейчас время созидания, потому что мы понимаем, что тот проект, который они предлагают, он не просто не имеет будущего, он преступный. Он преступный, и это проект смертельный для общества и для наших людей. Он не может с чем закончиться, только как катастрофой. Вот это уже происходит, и поэтому очень многие люди наши, которые это видят, но не понимают еще всех этих глубинных основ происходящих, потому что кажется иногда, что, может быть, да, это как-то связано с реформированием, может быть, люди действительно недопонимают, или это не так. Но они чувствуют, они ощущают уже приближение какого-то очень не просто тревожного состояния, при котором действительно встает тот вопрос вообще существования самих азов, нашей человеческой цивилизации, нашей русской цивилизации. Потому что под вопросом вообще вся культура, вообще все наследие культуры, все ценности моральные, нравственные, культурные, мы видим, что происходит в этой сфере, что с музыкой, что с литературой, что с библиотеками. Книги уничтожают, музыку народную уничтожают, это уничтожают, значит, все, причем все переводят в электронную форму, затем оставляют только то, что нужно или уродуют, а в печатном виде ты ничего не найдешь. Вот это все процесс один и тот же, да, это действительно... Мне все вспоминается, знаете, это вот, во-первых, Кроули, во-вторых, Бловацкая, потому что они внесли очень большой вклад в утверждение этого трансгуманизма. Кроули, это вообще главный сатанист XX века, он оставил страшное наследие. Но вот, знаете, когда я читала его произведение, как он описывал, как нужно развязывать в человеке, да, вот эти все его чувства синизмами, то есть раскрывать фактически, освобождать человека от всех норм, вот, от всех ограничений, как надо воспитывать, это один к одному то, что делается сегодня, там, с ювеналкой, с этим, с секс-просветом, с этими извращенцами, ничего не изменилось. Он заложил программу на весь XX век, и он предупреждал, что коренные изменения произойдут в результате такого вот взрыва, такого потрясения, глубинного потрясения человечества. То же самое говорил Бловацкой, да, вот после потрясения появится возможность, да, для утверждения шестой, а потом и седьмого раза уже бестелесной и такой. Значит, что мы видим сегодня? То же самое. Нам говорят о том, что пандемия, она положила начало тому, что мы не вернемся больше к прежнему состоянию, что мир будет... Ну, знаете, они просто, конечно, жалкие в своем, в своем попытке представить, так сказать, некую такую мощную действительно трансформацию, но страшна она другим. Страшна она тем, что мы говорим о потрясении, вообще то, что называют конец света. Это не когда идут войны, землетрясения, когда все рушится. Это когда в человеке исчезает человеческое. То есть самое страшное потрясение, самое страшное, это вот исчезновение в человеке или убийство в человеке самого человека, его духовного начала. В первую очередь, когда мы говорим о человеке, это духовное начало, то, что отличает его от животного. Ну вот, и именно это они сейчас делают. Они сейчас настолько занижают, опять же, как и прошлые, их предшественники человеческое в человеке, что иногда понимают, что это может привести к необратимым процессам для какой-то части нашего общества, по крайней мере, для молодежи. Ольга Николаевна, вот вы сейчас сказали несколько раз о том, что они занижают человеческое в человеке. И вот здесь действительно, по-моему, нужно понимать, что это происходит не от того, что этот, этот или тот что-то недопоняли или являются такими прирожденными злодеями. Для этой системы это неизбежное следствие. Как только мы переходим на систему восприятия мира, что есть избранная элита, и все остальные, те, кого этот убийца называл биомассой, а все остальные политкорректно называют человеческим капиталом или человеческим ресурсом, или человеческим материалом, то нужно, чтобы эта масса действительно превратилась превратилась в материал, в ресурс. Потому что если это свободные люди, нравственные люди, образованные люди, с духовным стержнем, их превратить и двигать как кирпичики в угоду своим интересам, тех, кто мнит себя Богом, невозможно. Поэтому если ты мнишь себя Богом и самоидентифицируешь себя с Богом, то неизбежно ты начнешь пытаться всех остальных опустить, разрушить их духовный уровень, уничтожить этих людей. Этот, опять-таки, убийца физически пошел уничтожать биомусор, а те действуют иначе. Хотя иногда и физически. Мы помним знаменитые заявления наших реформаторов о том, что вымрет там несколько поколений, но зато это будет на благо процветания демократии в нашей стране. То есть принцип-то один и тот же. Те тоже говорили, что этот убивал биомусор в школе, а те говорили, что биомусора станет меньше в России и от этого станет лучше. Принцип один и тот же. Но даже без такого все равно им нужно человека в человеке убивать. И вот трансгуманизм со всеми этими чипами и прочее, это опять не происки какого-то такого злодея. Это неизбежное следствие вот этой системы. Если есть те, кто самоидентифицирует себя с Богом, то они будут неизбежно пытаться убить в человеке человеческое. Либо физически, как вот этот, либо духовно, иначе, как делают наши реформаторы. Конечно, да. И потом мы видим, что у нас есть действительно группа людей, которые имеют действительно особое мировоззрение. Причем обусловлено-то не только тем, что они так воспитаны, но это обусловлено духовной поврежденностью. Мы говорили, что духовная поврежденность, она вызывает психические отклонения. Психические отклонения усугубляют духовную поврежденность. И я сейчас не буду называть имен. Вот я думаю, что и так понятно, о ком непосредственно идет речь. Но очень большая часть этих людей, они действительно являются извращенцами. Причем это еще подкреплено вот этими всеми такими религиозными мотивами и религиозным видением мира. А дальше они формируют под себя вот этот аппарат управления, так называемых менеджеров. И сейчас я хочу сказать, конечно, за последние годы, наверное, у нас не было более некомпетентных, это я мягко выразилась, людей в этих структурах управления, потому что подготовлено целое поколение, начиная с 90-х годов. Причем это был отрицательный отбор, потому что наверх поднимались люди определенного нравственного плана, которые делали исключительно карьеру, у которых не было никаких больше других ценностей, которые продавались за деньги. Причем мы иногда очень дешево продавались, а делали большие дела нехорошие за большой готовностью. И получилось сегодня, что, понимаете, вот куда мы не ткнем, если мы возьмем аппарат управления, который принимает решения, который реализует такие вещи, то мы видим интересную вещь, что, например, у нас министрами образования, департаментом образования являются атишники, возглавляя департаментом здравоохранения, айтишники. То есть происходит какая-то интересная вещь, когда полный непрофессионализм, полное невежество, и в итоге этих людей можно использовать только для того, чтобы реализовать какую-то конкретную цель или какую-то определенную задачу, а никаким образом не вдохновлять их на решение каких-то государственных вопросов. Поэтому, понимаете, когда сегодня, например, уровень развития нашего образования или качества образования измеряется внедрением компьютеров, и больше ничего, у них это называется, повышение качества образования, и конкурентноспособность именно в этих цифровизациях. О чем можно говорить? Поэтому ядро знает, что оно делает, оно действительно реально, ставит такие цели и задачи, оно действительно нацелено на долгую жизнь, на достижение не только долгих лет жизней, но по возможности бессмерти, что хорошо у Харария описано. Вот, книги в этом плане, они, так сказать, не случайно, они так разошлись, его везде возили. Если они себя считают богом, то они должны жить вечно, естественно. Конечно. Бессмертие – это, опять-таки, одна из сторон этого явления. А вот. А, значит, а с другой стороны, они создали целую армию вот этих вот, даже не могу сказать чиновников, потому что чиновникам – это тоже все-таки нужно иметь определенное профессиональное знание, профессиональные навыки для того, чтобы делать. Хотя здесь этого нет вообще, в принципе. Вот. Они просто совершенно тупо выполняют те указания, которые им даны для того, чтобы создавать вот эту, создавать эту систему зачистки фактически всего, что, на чем зиждете вообще государство, то есть все сферы государственного управления, образования, здравоохранения, они действительно, реально, мы видим, демонтируются. Но мы знаем, для чего. Мы знаем уже все про эти цифровые платформы. Когда только это начиналось, это было дикостью. Тем более, сегодня это как-то идет уже вроде бы уже проинформированное население. Но для нас опасно другое. Опасно то, что все это они подают как норму. И они постепенно приучают детей, людей наших к тому, что это нормально. Вот, посмотрите, произошел этот случай в Казани. Да, совершенно очевидно, что мальчика этого вели, что мальчику этого обработали, да. Причем понятно, как эти цифровые игры, соответствующие платформы. У нас уже об этом много говорили. Были уже стрельцы, да. Были уже много случаев. Были уже по синий кит, когда ребята не других убивали, а себя убивали. Но какая разница, речь идет об убийстве. То есть это вот, вот это внедрение идей. И убийство, самоубийство, оно становится ключевой. Ну вот, и у меня вопрос. Почему после этих событий, когда нужно было вообще поставить вопрос о цифровой образовании, о цифровой школе, как о преступлении, а у нас до этого прошло два круглых стола, посвященные цифровой школе, которая называется цифровая школа, путь к деградации человека. И мы там завели, что у нас будет постоянно действующее совещание. Там выступали специалисты, психологи, психоневрологи, именно эти вот сейчас ученые. Они очень востребованы, потому что они объясняют, что происходит с мозгом детей, вообще с психикой детей, как ее обрабатывают, как ее ломают. Как ее деформируют и травмируют. Вот. Почему после этого никто не поставил вообще вопроса о том, что такое цифровая школа и не нужно ли специальное расследование для этих дел. После этого правцов министра просвещения заявляют о том, что он начинает, значит, организует кибер... Извините, мне это называется... Цифровой... Цифровой ГТО. Значит, онлайн-соревнования между школьниками от второго класса до одиннадцатого по освоению, значит, соревноваться они будут в технологиях, вероятно, освоение цифровых технологий. Это вообще что? Он должен отвечать сейчас именно министра просвещения за то, что произошло, потому что они навязывают, они внедряют эту платформу цифрового образования, они встраивают детей в интернет и во все эти виртуальные миры, вот, они разрабатывают соответствующиеся технологии обработки сознания, графикации, геймификации. Вот о чем идет речь. И они, как будто ничего не произошло, продолжают дальше двигаться по этому пути. Но им выгодно представить это как исключение из правила, а не как неизбежное порождение той системы, которую они создают. Люди понимают, что это нормально. То есть, понимаете, это реально уже шизофрения, потому что вместо того, чтобы расследовать вот это вот дело сейчас, все остановить и расследовать, и поставить вопрос о том, что такое цифровизация, и что такое ребенок в цифровом мире, они это отметают, они об этом забывают и идут вперед дальше, продвигая таким, да, мощным, идут как танк по этому пути. Это же опять говорит о том, что дело не в их глупости. Нет, конечно, не в том, что они что-то недопоняли, а в том, что они вписаны вот в эту систему, они считают эту систему деления на избранных, их, что они вот избранные, и человеческое быдло, биомусор нормальны и естественны. Они не могут себе позволить сейчас говорить так, как заявлял этот убийца, но думают они точно так же. Они просто считают, что вот кто-то, который не принадлежит к богам, вдруг себя возомнил богом. Ну, естественно, тюрьма там пожизненная и прочее, прочее. Но мы-то настоящие боги. И поэтому мы будем продолжать и дальше насаждать вот эти все системы. Мы будем говорить, что нужно готовить в школе не творцов, а потребителей. Причем преподносится это часто, как будто бы это исключительно ради того, чтобы вписаться в Запад, перенимать западные технологии, западничество, ничего подобного. Это более глубокая вещь. Творцы им не нужны, в принципе, в этой системе. Творцами являются они, боги. Как вы можете творить? Вы быдло. Вы знаете свое место. Вы кирпичики. Школа не должна выпускать. Должны быть избранные школы, где наши дети, дети богов, будут приобщаться к этому. А вы все там. Конечно, да. Третий мир. Причем даже говорить им уже ничего не надо, потому что, я говорю, вот это описание, этот сюжет, вообще вся эта реальность, которая описана в Удусе Хаксли, она действительно реально реализуется, потому что там касты, это были биологические касты, то есть это по уровню развития мозга. Они там в колбах их выращивали. И когда, понимаешь, ты читаешь, как они угнетали развитие мозга, не просто угнетали, чтобы мозг не развивался. Но это, понимаете, ты веришь, что это просто один к одному то, что сегодня происходит с цифровыми технологиями. То есть как используются цифровые технологии? Специально делаете для того, чтобы работать над мозгом ребенка. Наши психотерапевты прекрасно описали у нас свои. Не только Матрич Пицца, просто нет пророков самоотечества, просто эту книгу ее как-то стали популяризировать, потому что она непосредственно была этому вопросу посвящена. Хотя у нас замечательно, свои психоневрологи, психиатры, они вот у нас выступали на круглом столе, они показывают механизм разрушения мозга ребенка в результате использования технологии. Так это то же самое. Это вот и есть то самое угнетание. Они просто угнетают не в колбе пока что, да? То есть наоборот, еще пока не дошли до такого. А вот так вот эти технологии, они более эффективны. Зачем? И после этого действительно ребенок уже не хочет ни учиться, ни думать, ни рассуждать, потому что просто нечем, у него атрофированы вот эти участки мозга. И вот это преступление, то есть мать и на наших глазах, совершается преступление наших детей, блокирует развитие, их лишают будущего, и бушает вообще возможности быть человеками, потому что заглушает то же самое, как растение подрезали, там нетки уродовали, японская это вот, как она называется, кибана, да? Да, да. Вот. То есть из дуба делают вот такую карлику уродливую. То же самое делали с нашими людьми, то есть с детьми и людьми в целом. Но для детей это развивающийся мозг, поэтому это делать намного легче. И самое главное, это делается на наших глазах. Понимаете, вот эта вот вещь, она все время, конечно, меня поражает, потому что вот, помните, вот есть этот старый фильм «Обыкновенный фашизм», там что просто хорошо показано, что действительно фашизм, он постепенно внедрялся так, что это воспринималось как норма, как обыденность. И человек уже, вот у человека стиралась грань, не просто между дозволенным и недозволенным, между добром и злом, и дальше, так сказать, все вот границы, где человек, а где нелюдь, она исчезает. Но то же самое у нас сегодня происходит. Вот этот так называемый трансгуманизм, он становится обыденностью. Вот они еще пока идеологически это никак не оформили, они еще не приняли законы, да, государственной религии, трансгуманизм, например, России. Но зачем, если эта идеология, она фактически определяет все, все сферы нашей духовной жизни. Зачем Греф скупил Сбербанк? То есть не Сбербанк, а Союзмультфильм. Сбер именно для этого, для того, чтобы внедрять туда эти ценности. Чтобы дети, соответственно, через эти мультфильмы воспитывались. И они берут уже наши образы, наших героев, и они делают из них уродов, нравственных уродов. И наши дети воспринимают, когда мама, бабушка произносит, там, Иван Царевич еще тут. У них уже ассоциация соответствующая. Когда мама и бабушка говорят про Ивана Царевича, у них еще одни образы, а у ребенка уже совершенно другие. Дали Маше и Медведь то же самое. Прекрасная сказка Маши и Медведь, которая как раз как нехорошо девочка себя вела, и как она ранила, так сказать. А тут наоборот, она превращается в героиню. И еще вот это все развивает, это еще все это смакует, и все. То есть вот так все извращается. Поэтому, говорю, вот это самое главное. И наших людей именно к этому я хотела сказать, что к этому нельзя относиться равнодушно, бойтесь равнодушных, именно с их молчаливой согласия совершаются все преступления мира. А это молчание. Молчание. Хотя нельзя. Надо на каждое. Это не просто говорить, но и действовать. Вот. Поэтому я думаю, что сейчас действительно пришло время созидания, а созидание, именно так я понимаю, противостояние вот этому злу. Понимаете, его просто, его недостаточно обличать, критиковать. Мы можем сколько угодно это делать и ставить уже сколько десятилетий это происходит. Надо просто созидать свое такое, при котором не смогла бы эта вот мерзость вся существовать и действовать. Но это все. Потому что надо закрыть себя, защититься вот этим щитом от этой всей мерзости. Но для этого надо назвать вещи своими именами, сказать, что она такова и есть. Вот, по-моему, это одна из самых главных сейчас, одна из самых главных задач. То, что вы говорите, мы много говорим, мы об этом обсуждаем, но это нужно делать, потому что очень многие не воспринимают это действительно как нечто целенаправленное и как то, что является желанным для определенного слоя. Это воспринимается как ошибки, как недопонимание или еще что-то. Вот нужно осознать, что есть слой, слой, который реально сейчас во многом определяет властную политику. Может быть, сейчас не так, как в 90-е годы в полной мере, но еще как минимум на 50%-то уж точно определяет. И этот слой пропитан вот той самой идеологией, которую вот в таком диком виде в единичном случае протранслировал этот убийца. И что они это делают и не остановятся, потому что для них это нужно. Они иначе перестанут существовать. Если ты себя самоиндентируешь с Богом, ты тогда не можешь признать, что ты ошибался, что ты не Бог, что ты та самая тварь дрожащая. Нет, им нужно доказывать, что они право имеют. Ну, конечно, потому что не только два полюса. Либо ты человек и Бог, либо ты ничто. Все. Ничего другого для них не существует. Мы говорим, что деление на разряды. Вот есть всякие такие, поэтому не дай Бог для них туда попасть, для их Бога. А вот, понятно, кого падшего ангела. Поэтому они будут всеми нитями за это держаться. Это так, да. Но, понимаете, сейчас все-таки уже не та ситуация, потому что мы действительно, мир действительно изменился в результате этой пандемии. Но мы помните, в самом начале говорили, он изменился не потому, что они окрепли, они стали сильнее. А наоборот, потому что они выявили всю свою чудовищную сущность. Вообще выявили вот вообще смысл этого проекта. И это совершенно органично завершилось вот этим вот декларацией этого шваба. Хотя, в общем-то, там ничего нового не было. Все это они уже говорили, обсуждали на свое дело. Все это они действовали. Но это как будто им обязательно нужно, такие красивые жесты-манифесты. Ничего там нового нет, но он как бы все собрал и объявил. Это все говорилось и 20, и 30 лет назад, но сейчас это просто уже победно прозвучало. То есть они прекрасно понимают, что победы-то никакой нет, реально ничего. Да, вот. Поэтому давайте тогда заменим победу этим манифестом, потому что мы всегда это подчеркивали, один из важнейших механизмов управления это страх. Они пугали, 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 да, хорошо, очень большую часть человечества они напугали. Напугать до бесконечности невозможно. Тем более, что во всем, даже, так сказать, в концлагере должен быть какой-то выход. Здесь выхода они вообще никакого не предлагают, не объявляют. Они говорят только одно, что это будет вечно. Вот. А дальше это будет видоизменяться, пока человек не превратится в нечто совершенно иное. Ольга Николаевна, вот здесь я с вами не согласен. Я не думаю, что они не считают себя победителями. Я думаю, что они себя воспринимают именно как победители, что в построении этого нового дивного мира, где есть они и все остальное, ну, там еще такой образ еще из, по-моему, 60-х годов диссидентской литературы «Племя гигантов и человеческий свинарник», они считают, что на этом они продвинулись и очень далеко. Если раньше это было только где-то там в самой сдате и могли такое тявкать, в 90-е годы это уже открыто говорили ведущие банкиры, как господин Авен, открытым текстом, а к 2000-е это уже осуществляется по полной программе в деятельности того же Грифа и прочее, прочее. Так что, где же им тут говорить о том, что они побежденные? С одной стороны, так, да, с одной стороны, так, но с другой стороны, значит, чем хорошо изучение истории, да, можно как бы увидеть в таком достаточно большом промышлитке времени основные тенденции развития, как это все происходило, как это все завершалось, и ты понимаешь, что есть закономерности, и закономерности обусловлены не только материальными факторами, естественно, объективными, как их называют, факторами, потому что все равно есть, да, проведение Божье, и мы видим, если вот мы будем так вот оглядывать историю, чем завершались такие глобальные проекты, вот, и мне все время, знаете, вот нынешняя ситуация мне почему-то напоминает то, что было в Берлине в 45-м году, вот вспомнишь, что нацисты, они воевали так, как будто они победители, они бросили все силы, все, что можно, детей маленьких уже бросали на счету, то есть вот все уже, все победа вот здесь, вот, а они ведут так, как будто война в разгаре, вот то же самое сейчас у цифровиков, вот они себя ведут так, как будто они победители, как будто война в разгаре, хотя, понимаете, все их проекты, они ромаются, потому что там нет ничего человеческого, какой бы сферы вы ни взяли, экономику, социальную сферу, идеологику, Они же сами все говорят, что у нас везде кризис, тут кризис, там кризис, все пропало. Значит, неизвестно, что сделать человеку, потому что его якобы будет заменять цифровизация. Цифровизация тоже проблемы, тут проблемы, там везде проблемы. И поэтому в большей степени это такой один большой, мощный пузырь. Финансовый пузырь, цифровой пузырь и, самое главное, идеологический пузырь. И они сейчас живут за счет того, что они внедряют нам в голову, что этот проект реализовался, что он безальтернативный, что никак по-другому оно не может быть. Люди видят, что дальше вообще жизни нет. Потому что если будут заменять роботом, то, простите, какая тут жизнь? Не может быть этот проект не только что победителем. Он не может вообще, у него вообще в принципе никакой перспективы нет. Не только что какой-то успешности, а никакой перспективы. Потому что вот как только, помните, вот сказано, будут говорить мир и справедливость, вот тогда, так сказать, мир и безопасность. Вот тогда, вот тогда, как раз, так сказать, оно все и произойдет. Вот то же самое здесь. Поэтому, понимаете, жизни вообще исторические процессы намного сложнее, нежели вот эта вот поверхностная сторона дела. Потому что мы в основном, мы по чему судим о том, что у нас делается? По их декларациям, по их статистике, да, по их мощным презентациям. Но если мы поедем в глубинку, если мы приедем в любой регион России, что мы увидим? Мы увидим совершенно противоположное, совершенно другое увидим. Вот, дикий развол, значит, всех сфер, да, нищету, бедность, абсолютную зависимость от иностранного капитала, в какие-то области, не поезжая, Воронежская область, Чернозем, иностранцам принадлежит, Белгороде, иностранцам принадлежит, там. Ну вот, простите, какая, где тут, какой успех? А так долго продолжаться не может, потому что, действительно, страна-то больна. Вот, и вот это вот самое главное понимание очень серьезной болезни, оно сейчас наступает очень большой части людей, потому что, как бы, все варианты мы испробовали, когда началась перестройка, много всего обещали, люди много во что верили, в демократию, в либерализм, в то, в третье, десятое, вот. И вот эта вот ситуация с коронавирусом, когда-то пошла мощная цифровизация, стали все обрезать, все какие-то еще там остающиеся социальные проекты, все стало, как бы, окончательно ясно. Вот, и в любом случае, я понимаю, деньги есть, деньги они продвигают, проекты они продвигают, есть армия этих вот активных цифровиков, которые это все продвигают, но есть народ, на котором все это должно держаться, а народ это не принимает. И как долго может такая ситуация сохраняться? Ольга Николаевна, вот тут уже я с вами согласен как раз. Я тоже считаю, что победить они не могут, потому что это идеология, точнее, даже не идеология именно, а мироощущение, как вы совершенно правильно сказали, это мироощущение направлено не на созидание, а на разрушение. Это мироощущение смерти, разрушение, превращение всего в ничто. Но я-то говорил о том, что они сами воспринимают свою деятельность как движение от победы к победе, потому что разрушение – это для них не недостаток и не провал. А чем больше разрушено, тем правильнее сделано. Конечно, да, тем эффективнее. Так что просто в разных системах мы воспринимаем успех и провал. Для них вот то, что разрушает система обучения, то, что из детей, из творцов делают потребители и так далее – это успех. Но дело в том, что эта система разрушения, понимаете, они же выполняют эту миссию, она же закончится тем, что они тоже будут не нужны. Вот о чем идет речь. Причем, поскольку там разные категории этой элиты, для них это религиозный проект, они абсолютно уверены, что они здесь будут вечные. Да, которые действительно не сомневаются в том, что они боги. Да, но мы же знаем, что есть маленькие акулы, есть большие акулы. Поэтому они же тоже под прицелом большим акул. Они выполняют то, что им разрешают делать большие акулы. Вот они и делают. А есть вот эта армия исполнителей, простых исполнителей, которые даже вообще иногда не понимают, что они делают, они просто выполняют определенную функцию. Вот мы там говорили с некоторыми товарищами департаментов образования. Говорят, вы понимаете, нам спустили это, вот мы должны там оцифровать, значит, мы должны делать, значит, ставку на навыки, так, так, так. Мы показываем, что происходит с мозгом ребенка. Они говорят, да, ну, понимаете, нам же сверху спустили, и мы должны реализовать. Все, они больше вообще не очень не думают. То есть они выполняют функцию. А то, что завтра они будут не нужны, потому что их эта система цифровая заменит всех, да, так же, как и чиновников. Они об этом не думают. А если они думают, понимаете, это как-то уж это придавливается страхом, заглушается, вернее, страхом, что они сейчас потеряют работу. Вы сейчас ее не потеряете, но вы потеряете через некоторое время, после того, как вы реализуете вот эту самую миссию, которая вам дана. Поэтому в любом случае там нету ни у тех, кто на самом верху стоит, никакой перспективы, ни у этих никакой перспективы. Потому что, еще раз, сам по себе проект, он разрушительный. Что бы они о нем не думали, как бы они, так сказать, не рассматривали себя, победить или не победить, это не имеет никакого значения, потому что есть реальность, которую они игнорируют. Они же в виртуале живут, все эти цифровики, они действительно реально пребывают в виртуале. Они все рассматривают с точки зрения виртуала. Вспомните, там, в Совете Федерации, по-моему, да, товарищ из Сбера, презентацию сделал про чайник, как он заменит там, станет хозяином. То есть вот до чего дошло это в Совете Федерации? Такие вещи. После чего мы от Венглского, но я надеюсь, вы нас не замените, тоже, да, понимаете, на каком уровне это идет. Но у вас лично нет. Да, нет, вот на каком уровне это, понимаете, это Совет Федерации, чем люди занимаются вообще, простите. Вот, то есть ты понимаешь, что вообще что-то действительно с осознанием этих людей очень серьезное. Ну, вот, не могу я здесь починяться. Но это как раз и говорит о том, что сама по себе эта прослойка и это направление не может мутировать, преображаться в нечто созидательное. Нет, конечно, а как может? Они разрушали, разрушают и будут разрушать. Как только появляется вот это мироощущение и идеология избранности, подобные богам и человеческое быдло, биомусор и так далее, неважно, как это называют, могут назвать даже средним классом, уважительно сказать, вот, это средний класс. Еще, конечно, следует, что есть высший класс небожителей. Но об этом как бы мы промолчим, назвать могут как угодно. Но как только это разделение появляется и начинает внедряться, то нужно знать, что это всегда будет приводить к разрушению, к уничтожению. И вот тот звонок, который прозвучал в Казани, это просто вот именно гипертрофировано в маленьком случае показало, что это такое. Вот вся эта идеология, вот квинтэссенция этой идеологии вот в той казанской школе проявилась. Все остальное, может быть, более размыто, еще что-то, но принцип один и тот же. Вот эти возомнившие себя богами и человечество, обреченное на уничтожение. Поэтому мы должны понимать, что как только они появились, никаких компромиссов с ними быть не может. Либо мы, либо они. Вот это тоже мы должны понимать, когда мы говорим о их деятельности. И никакие там миролюбия, а вот давайте переубедимых. Понятие враг народа, враг человечества, это вполне реальное понятие, как бы показывают эти события. Ну, вот мы же с этого и начали. Как раз, да, что обыкновенный фашизм, он потому был обыкновенный, что он незаметно внедрялся, но он был, это было его сущностью, да, это религия смерти. А потом эти люди, понимаете, они стремятся к власти, потому что для них это религия. Действительно, вот есть такое понятие, религия власти. Власть ради власти. А хорошо, а власть-то им зачем? Ради власти. Вот, то есть это высшее проявление гордыни. Поэтому действительно тут, это другой совершенно религиозный тип, это другой совершенно духовный тип, причем поврежденный, да, который вот не наверх туда, а вот вниз туда идет. И поэтому уже действительно нашим людям решать народу, видят ли, смогут ли они, да, существовать, и видят ли они будущее, когда основные проекты им предлагают эти люди, которые вот устремлены туда. Причем самые, хотя мы понимаем, что это без дна, без дна, вот, но главное, что это, так сказать, сам вектор направлен именно туда. Поэтому такие вещи, они для них закономерны, естественно. Потом мы говорю еще раз, повторяю, про эту мальчика мы знаем, потому что он совершил такое страшное дело. Но сколько людей, сколько детей сейчас вот именно вот этим страдает. Понимаете, я вот сколько с психоневрологами, с психиатрами говорю, особенно с детскими, но, знаете, это такая трагедия, это люди столько сейчас на себе несут. Я думаю, что в ближайшее время действительно это будет самая востребованная профессия, причем настоящая, ученые, не вот эти псевдо, да, потом всякие психоаналитики и прочие люди, которые обслуживают как раз вот этот вышедший суставов. А работа с детьми, потому что нужно будет сейчас, в ближайшее время уже создавать очень много реабилитационных центров. Это реальная проблема. И между нами говоря, вообще вот то, что произошло, это приговор. Все это цифровизации, образование, цифровизация. Я сейчас не буду в целом про этот проект говорить, потому что, ну, мы уже сами говорили, что об этом много говорили, что сама цель-то его никаким образом не что-то там улучшить, то есть, а просто осуществить перевод всего на эти цифровые платформы. Поэтому в данном случае даже не хочется этого касаться. Но то, что мы сейчас можем сделать, и то, что уже в ближайшее время и в последнее время делается активно, это требование родителей и общественности, и научной общественности остановить проект цифровой школы как недопустимый и как преступный. Потому что последствия для детей, они просто чудовищные, они катастрофичные. Их уже достаточно много накопилось, чтобы что-то, так сказать, сейчас игнорировать. И тем более после этого, и тем более вот этот случай, понимаете, он просто как бы завершает вот этим, чем закончится все это. Вот вы говорили об обыкновенном фашизме. Ведь нужно же понимать, что обыкновенный этот фашизм, это тоже не некий вывих, выверт, исключение. Это один из всплесков вот того самого мироощущения. И вот сейчас в Казани мы увидели еще один из всплесков этого мироощущения. Мы должны понимать, что это действительно обыкновенный фашизм и его проявления. Там в одной форме, здесь в другой форме. Но все это результат насаждения вот этой вот концепции, этого мироощущения, избранные человеческое быдло. И пока мы от этого не избавимся, пока мы не избавимся от носителей этого, мы детей не защитим. И вот вы говорите реабилитационные центры. Да, детей еще можно спасти и реабилитационные центры, потому что это не устоявшаяся психика. А вот эта публика, она, по-моему, непереубеждаема и неперевоспитуема. Это однозначно. Мы говорим про авторов, они авторы. А мы говорим про жертву. Жертву надо спасать, естественно. Как говорят детские психиатры, там многие процессы уже необратимы. И то, что сейчас произошло с тем же дистантом, это скажется через несколько лет. То есть это уже заложено. Просто это все игнорируют. Поэтому, понимаете, я считаю, что такие вещи просто надо пресекать и останавливать сразу. И речь идет именно не о людях, а о той идеологии, которую они спают. О том мироощущении, точнее. Мы говорили, когда стражили фашизм. Воспринятие мира. Да, помните, как говорил бюро молодой гвардии, страшны не вы, а страшна та сила, которая вас везла. Вот о чем идет речь. Потому что человек управляет его мировоззрением. А мировоззрение, понятно, может идти либо свыше от Господа, от Творца, либо оно может идти, если человек закрывает себя общение с Богом, понятно, откуда, из каких низов это выходит. Вот и все. Причем категорически запрещает. Поэтому это сейчас. И то, что это фашизм сегодня здесь пытается на нашей земле, поборовший фашизм, освоиться как у себя дома, вот это даже сейчас. Да, в другом облике, обличая фашизм, говоря, что это ужасно. Причем категорически, как художник иногда мне. А я вижу, как в кресле, понимаете, он испробовал, ему очень удобно здесь сидеть. И вот он начинает, так сказать, обустраиваться. Но это же Россия. О чем речь вообще? Мы в 45-м году этот фашизм победили. И будем надеяться, и будем, точнее, уверены, что фашизм и в этом облике снова у нас не пройдет. Один раз сверхчеловеки к нам приходили. Что с ними стало, мы знаем. Нынешние сверхчеловеки, которые пытаются нами управлять и доводить до того, что произошло в Казани, я думаю, что и от этих сверхчеловеков мы тоже свою землю защитим. Конечно. Просто враг стал коварней, но от этого... Его природа не изменилась. Наша природа не изменилась. Наша природа не изменилась. Да. Совершенно верно. Вот на этом давайте закончим. Наше эфирное время подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. И напоминаю, в гостях у День ТВ была директор Центра геополитики Московского гуманитарного университета Ольга Николаевна Четверякова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok